В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Чему был посвящен флешмоб на территории Видноской районной клинической больницы? Как только начали танцевать, сразу холодно, как не бывало. Настроение тоже очень хорошее. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаски провел встречу с женщинами-предпринимателями. Вы движете эту жизнь, вы движете этот мир, вы движете Ленинский округ вперед. В Развилковской детской школе искусств прошел концерт «Весны. Прекрасные мгновения». Я сегодня постараюсь подарить веселье, настроение. Праздник должен быть у каждой женщины без исключения. Так решили в Ленинском городском округе и организовали флешмоб на территории Видноской районной клинической больницы. Таким образом, поздравив женщин-медиков с днем 8 марта. Сцену обустроили прямо во дворе больницы так, чтобы виновницы праздника смогли видеть все в окна. Татьяна Брылова расскажет подробнее. Дорогие наши медицинские работники, в эти праздничные дни вы находитесь в самой гуще событий на передовой. Милая, прекрасная, любимая. В день 8 марта каждая женщина слышит эти и другие приятные слова в свой адрес. Медицинские работники, как известно, в большинстве своем представительницы прекрасного пола. Именно для них в праздничный день сотрудниками Дворца культуры города Видноя был организован флешмоб. Эта идея больше идет от самих ребят и самого ансамбля, которые обратились и в администрацию, и к нам, для того, чтобы таким образом поздравить всех сотрудников, женщин-медиков, в том числе и пациентов. Я сейчас узнаваю то, что медики делают достаточно много для того, чтобы сохранить и спасти жизнь родным и близким наших звезд, артистов. Несмотря на промозглую мартовскую погоду, на сцене, предоставленной Дворцом Спортовидное, было оживленно. Артисты танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» и не к такому привыкшие радовались возможности отблагодарить медиков за их нелегкий труд. Как только начали танцевать, сразу холодно, как не бывало. Настроение тоже очень хорошее. Приятно видеть реакцию врачей. Очень прикольно танцевать. А видели реакцию? Успевали, посмотрите? Да, успевали. Что видели-то? Они хлопали, снимали. Женщина в белых халатах со сцены поздравила заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. От всего сердца и с большой любовью и благодарностью мы поздравляем вас с весной. Мы желаем вам здоровья. Все, кто в этих стенах сегодня спасаются от этого ковида, будьте здоровы. С большой благодарностью. Примите, пожалуйста, от нас это поздравление. Изюминкой торжества стало выступление танцевальной группы в СИЗАХ. Таким образом ребята смогли понять, что чувствуют врачи, проводя целую смену в спецкостюмах. Когда ты в куртке ревентируешь, ты ничего сделать не можешь. А вообще, как считаете, врачам удобно в каком виде работать? Насколько? Очень непривычно. Но это же первый раз, когда мы в этой одежде. Это очень хорошее впечатление, особенно об этом танце. Участники флешмоба, конечно, не смогли из рук в руки передать приготовленные женщинам-медикам букеты цветов. За них это сделал главный врач больницы Бутай Бутаев. 60 работниц многопрофильного коронавирусного стационара получили в подарок цветы. Хочется, чтобы вы всегда, где бы не находились, в какой бы ситуации не находились, чтобы всегда оставались такими же красивыми, яркими, ответственными и женственными. Свою порцию добрых слов и букетики тюльпанов получили и пациентки в РКБ, которых в настоящее время в красной зоне порядка 150 человек. Видновская больница все еще остается в статусе коронавирусной, хотя число пациентов постепенно снижается. И самым лучшим пожеланием видновским врачам будет пожелание поскорее победить ковид-19. Спасибо врачам! Татьяна Брылова, Константин Брылов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В продолжении темы глава Ленинского городского округа Алексей Спаски провел встречу с женщинами-предпринимателями. Она была приурочена к Международному женскому дню и организована Ленинским отделением торгово-промышленной палаты Московской области. В настоящий момент торгово-промышленная палата округа насчитывает 40 членов, 16 из них – женщины. Во вступительном слое председатель палаты Владислав Рымша рассказал о том, что представительницы прекрасного пола принимают активное участие в развитии бизнес-сообщества на территории муниципалитета. Это комитет женщин палаты, глава Татьяна Юлина Ершова, комитет по поддержке и развитию детских садов Татьяны Кривонос. И буквально после 8 марта будет создан еще один комитет. Пока рабочее название – комитет бьюти-красоты, наверное, так можно назвать. Объединим все салоны, которые находятся у нас на территории Ленинского городского округа. Несмотря на официальный статус встречи, проходила она неформальном ключе. Глава Алексея Спаски поблагодарил женщин за их участие в различных благотворительных и волонтерских программах. За вклад в борьбу с пандемией и поздравил с весенним праздником. Вы движете эту жизнь, вы движете этот мир, вы движете Ленинский округ вперед. Вы красивы, вы сильны, вы молоды, вы очень энергичны. Я ни капли не сомневаюсь, что самое малое, что мы вам можем дать – это наша любовь. Также Алексей Спаски отметил, что женщины-предприниматели всегда могут обратиться к нему напрямую, чтобы оперативно решать возникающие сложности и вопросы. Естественно, всем участницам вручили памятные подарки. Закончилось мероприятие совместным фото. В преддверии 8 марта на улицах Видного сотрудники ГИБДД останавливали машины совсем не для того, чтобы проверить документы. Акция «Цветы для автоледи» не оставила равнодушными никого. Букеты вручают наши сотрудники, а вы говорите о том, что вы наши юные помощники. В преддверии 8 марта сотрудники ГИБДД Ленинского городского округа вышли на улицы Видного в рейд с особой миссией. Вместо традиционной проверки документов, стражи правопорядка в этот день останавливали проезжавшие мимо машины, чтобы вручить женщинам букеты. В проведении акции «Цветы для автоледи» участвовали и юные инспекторы дорожного движения из Видновской школы номер 4. Очень приятно всех женщин с поступающим праздником. Любви, счастья, благополучия и здоровья самое главное. Хотела убежать, но приятно очень. Спасибо огромное. Акция «Цветы для автоледи» проходит в Ленинском городском округе не первый год. Цель – не только поздравить автоледи с Международным женским днем, но и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. Женщины хотели бы пожелать крепкого здоровья, поздравить с наступающим 8 марта, чтобы оставались яркие, солнечные улыбки, чтобы были на лицах. Чтобы соблюдали правила дорожного движения и были внимательны на дорогах. Это касается не только женщин за рулем, но и пешеходов. Счастья, здоровья, благополучия, любви. Чтобы наши женщины любили и были любимыми. Чтобы всегда приходили домой, женский очаг берегли. Чтобы детки всегда были счастливы и здоровы. Счастье, чтобы в дорогах аккуратнее быть, ездить аккуратнее. Здоровье там, чтобы было поменьше аварий, чтобы следили за правилами дорожного движения. Самое главное правило – смотреть по сторонам внимательно. Кстати, подаренные женщинам букеты были с небольшим полезным аксессуаром. Вместо традиционной ленты цветы были перевязаны световозвращающими браслетами, позволяющими обезопасить участников движения в темное время суток. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Видновчане жалуются на разбитые дороги. После первой весенней отепели появились многочисленные ямы, которые превратили проезжую часть в настоящую полосу препятствий. Наша съемочная группа проехала по проблемным участкам городских улиц. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Участок улицы Ольховой вдоль дома номер 4 водители преодолевают с особой осторожностью. Многочисленные ямы значительных размеров на дорожном покрытии опасны как для транспорта, так и для пешеходов. В ловушку на этой дороге попала и машина нашей съемочной группы. Лариса живет в доме номер 4 по улице Ольховой уже 15 лет. Она утверждает, что ремонтные работы на этой дороге проводят ежегодно. Но из-за большого потока автомобилей асфальт быстро приходит в негодность. Здесь проходит очень много машин. Поэтому везде вот эти дырки. Я вот первый раз увидела, что вон там, к рынку большие дырки. Но здесь они все время делают. Сейчас снег растает, они будут делать. Участок напротив дома Ольховая, дом 4 является проблемным. Он разбит, но жители немножко заблуждаются. Его не ремонтируют каждый год, поскольку территория не определена. Поэтому, как вы видите, дорога находится в ужасном состоянии. Почему-то этот участок минуют ремонтные бригады. Большая яма также на проезжей части у дома номер 9 по той же Ольховой улице и на многих других улицах города. Мы находимся на проезде у новой пристройки гимназии. Здесь разбита дорога. Ямы не было видно из-за снега. Но, как только он растаял, на некоторых участках вместе с ним растаял и асфальт. Теперь в феврале. Вот она сразу появилась. Ямочный ремонт на основных дорогах в городе выполняет подрядная организация. Но в этом году учреждения планируют производить работы самостоятельно. Для этого уже закуплен инвентарь. В данный момент работы ведутся по литому асфальтобетону. Это зимний вариант. При температуре ниже нуля градусов выполняется. После чего при наступлении благоприятных проводных условий будет выполняться работы по горячему асфальтобетону. Также Александр Зубков отметил, что проблемных участков стало меньше, так как в прошлом году большинство дорог в городе были отремонтированы. Покрытие имеется новое. Данное покрытие на гарантии. И по данным адресам мы не производим ямочный ремонт, пока они находятся на гарантийном обязательстве. Поэтому с каждым годом у нас ям должно появляться все меньше и меньше. Стоит отметить, что весь процесс ремонта фиксируются программой системы контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры, в которую вводятся данные с занесением геометок и сроками устранения дефектов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Развилковской детской школе искусств прошел концерт «Весны. Прекрасные мгновения». Юные артисты дарили музыкальные и танцевальные подарки своим мамам, бабушкам, сестрам и преподавателям. Наша съемочная группа побывала на мероприятии и поделилась своими впечатлениями от увиденного. Впечатлений масса. Особая атмосфера чувствовалась уже в фойе Развилковской детской школы искусств, где шли последние приготовления к празднику и артисты оттачивали свое мастерство. Здесь же расположилась и выставка «Цветы для мам», где рисунки представили юные художники. Всего же в мероприятии приняли участие воспитанники всех четырех отделений дышей – хореографического, музыкального, изобразительного и театрального искусства. Тематика сегодняшнего концерта – все самое красивое. Красивая музыка, красивые танцы, которые любят все. А еще больше их любят наши мамы, бабушки, дочки, сестры. Все женщины планеты. Свои таланты показали почти 100 учеников в программе «28 номеров». Екатерина Емельянова участвовала сразу в нескольких из них. Девочка и поет, и играет на фортепиано. Готовится к концерту она начала еще за несколько месяцев. Я усилия много прикладывала, усилия, чтобы все выучить, чтобы на концерте нормально рассказать, чтобы не запинаться, чтобы все было хорошо, всем зрителям понравилось. Учителей в музыкальной школе всех хочу поздравить. Маму особенно хочу поздравить, бабушку. Музыка – один из лучших подарков для женщины. В такой день особенно считает 11-летний Томас Закарян, занимающийся по классу кларнета. Я сегодня постараюсь подарить веселье, настроение и красоту музыки. И сюрприз удался. Я думаю, это лучший подарок для любой матери, когда его дети на сцене и для них играют. Концерт продолжался более двух часов и подарил всем присутствующим весны прекрасные мгновения. Девочки, девушки, женщины, поздравляю вас с 8 марта, желаю вам счастья, здоровья, любви. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok